Здравствуйте, Григорий Олегович! Рад Вас видеть, рад совместной возможности работать и солидарному взаимодействию. Да, я тоже рад, что Вы откликнулись. Очень здорово обозначим тему. Я так понял, что мы поговорим про то, как наладить третий этап конкурса. То есть, я пришел с таким вектором, чтобы обсудить, может быть, даже буквально текст, какого положения о третьем этапе конкурса. Да нет, положения здесь все бесполезны, Григорий Олегович. Тут вопрос не в положениях. Люди, ну, они такие, какие есть, они в пределах той нормы, которая нам кажется приемлемой, они действуют. Вот кто-то кому-то зовет. Вас зовут, да? Нет. Ну, ладно, Бог, они и действуют. Ну, Вы же видите, мы с Вами пресекаемся примерно на одних и тех же площадках. Ну, да. Вот. Ну, у меня нет, как бы, претензий, что люди выходят за какие-то нормы. Здесь вопрос не в этом. Просто лично я убедился. И вот в последний раз я был буквально в среду у Марка Ивановича. Ну, мы, наверное, вместе там были, скорее всего. Наверное, да. Вот, да, там, ну, понимаете, вот у меня такое понимание вещей. Я буквально в одну минуту, ну, я с Вами поделюсь. Дело в том, что осознание необходимости изменений в обществе у всех пришло в разное время, в силу разных причин. Кто-то был молод, у кого-то была семья, кто-то там работал, кто-то и продолжает работать, но уже у нее ноги пела и так далее. Понимаете? Да, но это все случилось недавно. Все эти люди, с которыми мы общаемся, ну, допустим, ну, ну, я не знаю, у меня такое впечатление, исходя из того, что они говорят, что они совершенно не имеют опыта, ну, то, что можно было бы назвать общественно-политической жизнью и работой. Понимаете? Вот мне так кажется, вот я вас, допустим, с Вами общаюсь, я Вас слушаю, я Вас воспринимаю, я впитываю в себя сказанное Вами, ну, не на столько глубоко, там, 10 метров под ногами, нет, но впитываю. И я ловлю контекст, я не слежу за словами, понимаете? Я ловлю контекст смыслы. Так вот, люди, которые сегодня работают над выработкой и народного хозяйства, на, что там у нас, образование, там, и еще что-то, а, общественное самоуправление, они не имеют вот этого общественно-политического опыта. И отсюда есть страстные желания, ну, естественно, откуда же еще, изменить все собственными предложениями. Да, пожалуйста, я вижу Ваш палец, пожалуйста. Значит, да, у меня картинка не такая, с Вашей не совпадает. Я, на мой взгляд, все люди, которые у нас собрались в мире, какой опыт имеют. Он, конечно, очень разноплановый, и объем его разный, но то, что его много у каждого, это без сомнения. Я бы, ну, посвятил несколько минут в нашем разговоре, собственно, настройке самого нашего разговора. То есть не сразу кидаться вот так вот с открытым забралом, размахивать там шашкой. А мы не размахиваем, Григорий Олегович? Нет. То есть я имею в виду не в смысле боевитости или какой-то агрессии, нет. Я имею в виду, что уже непосредственно обсуждать суд. Значит, у меня настрой вот какой. Значит, сейчас конкурс катится своим чередом. Ну, можно сказать, рулимой с обувами. Он катится, как катился, есть положение о нем, и работа идет. Хорошо идет, плохо идет. Это сейчас вопрос второй. И там к лету где-то мы что-то там сделаем. Вот. Сейчас это не хочу обсуждать. Значит, я под впечатлением лекции этого, светожара. Вы, кстати, ее слушали, нет? Нет, нет. Не слушали, да? Ну, я знаю светозара, у него много абстракций, а я привык мыслить конкретными вещами. У него абстракции, методологические абстракции. Методология, как правило, именно основа – это абстракция. Но эту абстракцию надо применить к конкретным вещам. А они конкретные. Я вот сегодня написал, вы же читали, что я написал, что люди и системы – это разные вещи. Во-первых, надо говорить не о системах, надо говорить о людях. И я имею в виду говорить о людях применить к НИР. Ну, это естественно. Ну, мы же в НИРе, что мы можем говорить там о какой-то системе вне НИР? Ну, а в НИРе несколько систем скомпоновалось, где один-два человека, где может три-пять и так далее. Подождите, подождите. Вот это я и называю размахивать шашкой. Ну, хорошо, пожалуйста. Какие-то подробности. Я бы сейчас от подробностей немножко отошел. Я бы рассмотрел НИР, так сказать, вот как-то немножко с более высокой точкой зрения. Ну, высоты в смысле, чтобы видеть все целиком. Вот в этом смысле с высоты. Значит, на мой взгляд, идет какая-то разрозненная работа. Каждый делает то, что он считает нужным. Ну, и с этим, на мой взгляд, поделать ничего не получится. Нет, мы не можем ничего, потому что все правильно. Потому что люди проводят свой индивидуальный взгляд на вещи. Вместо того, а в НИРе, а в НИРе другая задача. Задача консолидировать взгляды на одни и те же вещи. Консолидировать. Вот смотрите, когда я слышу слова, подобные тем, что вы сейчас сказали, в НИРе там задача, или еще есть аналогичное высказывание, у НИРа есть цель, или цель. Я все время говорю, ой, как мне это неинтересно. Потому что, ну, я придерживаюсь такой позиции, что общие цели можно провозглашать, но люди все равно имеют каждые свои цели и в направлении к цели и действуют. Вот. Григорий Олегович, все-таки, извините, я вас перебью. Люди имеют свои цели на собственной кухне. Есть говядину с картошкой, а другой хочет сосиски с макаронами. И нет проблем. Люди пришли в Народный институт развития. Здесь нету своих целей. Здесь должно быть видение, свое видение, свое видение. Общих целей. Вот смотри. Вот разницу улавливаем? Да улавливаем, улавливаем. Вот и все. Да какая общая цель? Общая цель – это выживание. Ну, как? Ведь общество и сложилось исторически для выживания человека. Ну вот они, смысл-то, вот они контексты-то. Это уже потом одни избрали для себя стремление заиметь, я не знаю, один, два, десять золотых унитазов. А другой, вон, как Мичурин, прививки делал к деревьям, ну, что называется, создавал новые сорта яблок, там, кладов и так далее. Вот видите, разница какая. А у другого удовольствия десять золотых унитазов, которыми он только пользуется, а у него десять комнат и вот десять туалетов. Ну вот, это метафора, это метафора. Да, я понимаю. Нам на выживание надо создать, не создать, надо выработать общее понимание на ту систему общую, единую для всех, для мира. Я сейчас говорю о мире. Ну, а как? Мы уже из мира пойдем в общество. Да, вот в этом мы с вами совпадаем. Ну нет, ну а как иначе? А я вообще не понимаю, что тут свое обсуждать. Ну, один любит охоту, третий – грибы, пятый, вообще он любит на диване газеты читать. Да нет проблем. У нас это надо. Александр Васильевич. Так. Я вас слушаю, извините за некоторую вольность, пожалуйста. В детали как-то надо нам сейчас, мне кажется. Значит, я бы оттолкнулся от вашего тезиса, что на первом месте люди. Не, ну это естественно, а общество не может быть без людей. Естественно, правильно. Человек на первом месте. Так как и вы, я тоже говорю только о людях, которые в мире, которые как-то себя причисляют к миру, что-то в нем делают. Вот. Ну, значит, и что я наблюдаю, ну, как там это сейчас происходит? Я имею в виду только ту часть НИРа, которая участвует в конкурсе разработки. Там есть, ну, довольно много людей, которые, ну, что-то еще делают. Я пока буду говорить вот об этих, которые в проекты подали, в обсуждении их участвуют и так далее. Вот это вот сообщество. Ну, сообщество с натяжкой только можно называть. Оно никакое не со, а просто какой-то такой базарчик. Ну, да. Так вот. У всех, у нас, я себя причисляю тоже к авторам, есть какие-то, ну, желания и наработки, идеи. Есть центральные идеи, есть какие-то не очень центральные, но тоже важные. И мы каждый хотим, чтобы они как-то в общее дело, которое вы очень правильно обозначили, выживание человечества, да, вот, ну, внесли вклад в это выживание. Я хочу, наверное, и другие тоже хотят, чтобы мой вклад, ну, способствовал этому выживанию. Вот. Да. И вот ситуация получается такая. То каждый заботится, чтобы его вклад приносил пользу. А вклады остальных, ну, это не мое дело, типа. И мне это очень не симпатично. Ничего не получается. Раздрай какой-то и так далее. Ну, вот. И поэтому я бы предложил нам с вами обсудить, что мы будем делать в следующем сезоне. С этим всем разбродом и шатанием. Чтобы, ну, это выживание осуществлять. Вот такой бы я вопрос задал. Что делать в следующем сезоне? Значит, смотрите, Григорий Олегович, у нас задача была, конкретные цели. Я их не повторяю. Они известны. Смотрите, если мы их солидарно, командно, коллективно не сформулировали, то наша задача просто переносится на третий этап. Ой, на третий этап. Ну, мне так кажется. Ну, у нас еще есть некоторое время. Сегодня у нас середина мая, там, да, середина июня. Июня, видимо, этот второй этап продлится. Ну, плюс-минус там какие-то... Вот. Я не думаю, чтобы за месяц что-то кардинально изменилось. Поэтому все переносится на третий этап. Но с другой стороны. Так вот, у меня предложение про третий этап следующее. Значит, ну, я начну с названия. Сегодня у нас это называется конкурс-разработка. А я букву Р, то есть разработку, предлагаю заменить на реализацию. С добавлением прилагательного не отсроченное. Вот. Значит, то есть получится тот же самый КР, но только конкурс реализации. Значит, и скажу, я иду. У каждого, в том числе и у вас, и у меня, и у других участников. И в проектах есть какие-то вещи, которые можно напрямую реализовывать в НИРИ, на коллективе. Вот я бы сейчас на этом остановился и спросил бы вас вот конкретно. Но я бы, пожалуй, еще одно вводное слово сказал. Дело в том, что НИРИ, он не представляет из себя социум. Телеку. Ну, естественно, нас мало. У нас нет заводов, у нас нет ферм, полей каких-то засеянных там чем-то. Вот. Еще там много чего у нас нет. Но все-таки мы какая-то частица социума. И в этом смысле на нашем множестве людей мы могли бы некоторые элементы проектов реализовывать. Как вы считаете? Мы не можем. Почему? А потому что у нас нету оформленных проектов. Нет, погодите. У нас есть лишь только отритингованные проекты. Ну, предположим, там, Марк Иванович, там, Иванова, Петрова, Сидорова. Я против, я против, протестую. Нет, нет, протестовать-то вы можете, но это по факту так. Да нет, я не по смыслу протестую. Я не по смыслу протестую. Я по смыслу не протестую. Я против того, куда вы поворачиваете наш разговор. А, ну а что делать? У меня так... Моя мысль так течет. Не, 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 это понятно. Но я увидел, что вы мою мысль не поняли. Давайте потопкиваемся на ней. Ну, давайте. Что я должен понять? Поясните. Да. Значит, в каждом проекте он состоит из каких-то элементов. Вот. Я вас спрашиваю. Вы свой проект знаете хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем проекте хоть один элемент, который в каком-то усеченном, наверное, виде, поскольку НИР это не весь социум, можно применить на НИРе и попробовать? Попробуйте мою мысль сначала повторить, прежде чем отвечать. Умоляю, пожалуйста. Нет, ну, Григорий Иванович, честно говоря, вы какие-то методы школьные, я так не умею работать, и, честно говоря, не хочу. Что значит, я должен повторить? Ну, мы же с вами... Вы, понимаете, получается так, как будто я ученик из пятого класса, а вы, преподаватель, ну, настаиваете на том, чтобы ученик что-то повторил. Не надо. Давайте. Мы взрослые с вами люди, давайте действовать на паритетных основах и так далее. Я еще раз говорю. Я вас понимаю. Вы говорите, надо... Я не верю, я не верю, что вы меня понимаете. Я не понимаю. Ну, если... Смотрите, если мы так будем вести разговор, мы уткнемся в тупик, потому что я тоже тогда скажу, я тоже не верю, и все, разговора не будет. Я еще раз говорю. Я вас понимаю настолько, насколько я это могу. Речь идет не об абсолютном понимании, не стопроцентном. Но вы же сказали, смотрите, вы же сами сказали, надо... Второй этап, это надо попытаться реализовать ну, не какие-то, а то, что есть там сформулированные положения какие-то. А где они, сформулированные положения-то? Да, подождите, я сейчас конкретно спросил про вас и ваш проект. Мой проект я реализую в обществе. Есть, он реализуется, мой в кавычках. Я всегда говорю, моего проекта нет. Есть проект, который, ну, как бы... Ну, сейчас я скажу. Ну, коллективно, я понимаю. Есть проект, выстраиваемый самой жизнью, самой историей. Самой историей. Понятно. Вот притормозите чуточку. Смотрите, вы сейчас важное сказали, я хочу на это обратить внимание. Вы сказали, в этом вашем проекте есть элементы, которые вы реализуете, ну, в жизни. Ну, или только методологические подходы, ничего, элементов нет. Я все беру из жизни. Хорошо. На множестве людей, составляющих общество мира, можно пробовать что-нибудь из этого. Реально. Конечно. Конечно. Оно и практикуется. Смотрите, Григорий Олегович. Это и практикуется. Есть группа Методологии 3Р, есть группа Комитет второго этапа, есть группа, значит, школа Марсин 21 века, ноосферное народоправие граждан. Это три площадки, которые раз в неделю ну, нечто вещает. Другое дело, что эти группы не собирают много людей. Они буквально составляют 3-5 человек. Смотрите, вы сейчас осветили вот какую часть. Вы сказали, оно реализуется вон там. Да. А теперь у меня вопрос. Какой элемент вашего проекта там реализуют? Какой? Да нет, нет. Ну, подождите. Речь не о проекте как таковом. Смотрите, цель, смотрите, вот я еще раз хочу вернуться к целям Нира. Цель это создать команду экспертов и в общих чертах сформулировать общую концепцию будущего. Вот она реализуется на тех трех площадках, которые я вам назвал. Она это ну как реализуется? Не в смысле, что она реализуется, но она озвучивается, местами разъясняется, местами обсуждается и как вот в таком ключе. А я спрашиваю, в смысле именно реализуется среди этих людей? Нет, но она реализоваться не может, потому что вы же сами сказали, у нас нет заводов, фабрики и много чего нет другого. Понимаете? Зато, например, у нас есть проблемы, которые все постоянно называют непонимание друг друга. Нет, ну непонимание, вот основная масса людей колбасится вот в этом непонимании. Вот последнее заседание у Марка Ивановича. Три человека Степанов, Грабаровская между собой беседовали полтора часа. Александр Васильевич, вы очень неэкономные, вы приводите примеры, мы их прекрасно с вами оба знаем. Это ну пустая трата времени на мой взгляд для нас с вами это говорить, примеры эти приводить. Я спрашиваю, у вас есть какие-то инструменты для преодоления этого непонимания? Я предлагаю, люди не хотят их, это же надо освоить. Секундочку. Это же надо, этому надо научиться. Один называйте, один. Ну хорошо, пожалуйста, самый ключевой, солидарное взаимодействие. Хорошо, отлично говорю я. как бы это сказать, вот я наконец получил маленький кусочек для предметного обсуждения. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас с вами идет солидарное взаимодействие? Оно есть или оно не получается? Ну оно стремление есть, но пока не получается. А что там мешает или как что? Не, ну мешает определенная подготовность каждого из них. Ваша готовность, моя готовность. Ведь смотрите, вопрос не готовность быть солидарным. И вы готовы, и я готовы. Но мы же ищем вот эту сам предмет, где бы наша солидарность, взаимодействие могла бы проявиться более-менее успешно. Мы пока его не находим. Мы это ищем, нащупываем. Так, подождите, я пытаюсь сказать вашу мысль, чтобы вы подтвердили, правильно ли я вас понял. Значит, вы сказали следующее. Солидарное взаимодействие у нас с вами пока что еще не происходит, потому что мы предмет взаимодействия не нашли. Не нашли, да, да, все правильно. Вот смотрите, давайте тогда, я скажу так, я предложил для нашего взаимодействия, вот как в конкретном этом разговоре обсудить, ну, для чего проводить третий этап. Такой предмет взаимодействия вам подходит? Подходит, конечно, мы уже по сути начали об этом вести речь. Ну, тогда получается, что у нас солидарное взаимодействие есть? Ну, оно есть, оно не до конца получается, не то, что абсолютно не получается, если бы абсолютно не получалось, мы бы сейчас, извините, ругались бы, и так далее. Я как раз и хочу выяснить, а что надо добавить, чтобы оно лучше получалось? А увидеть сам предмет. Вы сам предмет, вы говорите третий этап, я же высказался относительно, ну, некого видения своего, этого содержания третьего этапа, правильно? Тормозите. Значит, я попробую сейчас сказать, как я понял это ваше высказывание относительно третьего этапа, а вы меня поправите, хорошо? Да. Значит, вы сказали, что на третьем этапе надо таки сделать общий проект, я правильно понял? Еще раз что-то никак не уловил. Ничего, ничего, у нас не рожареет. Значит, вы сказали, что на третьем этапе, на втором этапе сделать общий проект не получилось, это надо сделать на третьем этапе, я правильно понял? Да, да, абсолютно верно. Добавлю только, Григорий Олегович, не получилось сделать командой, ну, такой, сплоченой, не то, что все стопроцентно нировцы, а определенные команды, чтобы четко сформированные было, ну, хотя бы человек 5, 6, 7, 8, 9, ну, вот, примерно так. Которые, я еще раз уточню, и вы меня поправите. Значит, которые бы эта команда, она бы точно сказала, что вот это наш проект, что мы тут всех порвем, но только вот этот проект мы будем реализовывать, типа такого, правильно? Ну, если категорично, я-то другими словами все-таки оперирую, рвать никого не надо, просто тот проект, который мы совместно пятером, девятером выработали и предлагаем, мы вот его выработали. Вот мне в этом смысле здесь уместно сказать слова Марка Ивановича много раз говорил, если какая-то другая пятерка или девятка желает выработать другой проект, да нет проблем, вот-вот готовит и все. Отлично, хорошо. Ну, правильно ведь? Ну, конечно, вот смотрите, ну, хорошо. Итак, на третьем этапе надо какие-то сделать команда-проект, правда? Да. Такой комплексный продукт, не только текст, но и люди, правда? Я верно понял вас? Ну, разумеется, это симбиоз, конечно, ну, а как же, то есть, вот, солидарность, единомышление, оно не сразу появляется, но оно, вот, на первом этапе, там не было единомышления, честно говоря, я же на нем работал, но, но там была такая, знаете, солидарность, желание, воли, ну, не всех, а вот та пятерка, которую я говорю, она нашлась, и они выработали два документа, манифест и концепцию, ну, там, может быть, сразу, это не, может быть, как вам сказать, может быть, это разные, ну, не то, чтобы разные, но пятерки разного состава, я бы так сказал, но они нашлись, эти пятерки, и они это сделали, на сегодня, вы же видите, есть проблемы, ну да, да, вот смотрите, на сегодня нет ни единого такого, какого, концепта для проекта, и нет единой команды, да, так я понял? Нет, вопрос не в едином концепте, понимаете, наша задача при определенном, некотором множестве концептов, ну, личностных, особого, я не знаю, кто у нас еще там есть, ну, допустим, тоже Чижиков, Левин, и так далее, нам надо создать общий, вот, вот эта задача, я про это и говорю, что в какой-то концепте, ну, у нас есть частные, ну, индивидуальные предложения, а вот общий, ну, я, насколько я понимаю, на сегодня ситуацию, пока не удается, хорошо, хорошо, ну, и, что мы представим с вами на третьем этапе, чтобы все-таки удалось, какие у вас предложения? А, ну, так вот, предваряю нашу с вами запись, разговор у нас там был, я говорю о том, что проблема, проблема этого лишь только в одном, отсутствие общественно-политического опыта у тех участников, которые работают на втором этапе, потому что работавшие на первом этапе, они, часть отошла, а часть осталась, вот, допустим, Марк Иванович работал на первом этапе, Чижиков работал, предположим, Фомин тоже работал, но, некоторые люди ушли, то есть, влились новые, а вот, влились новые, заканчивая мысль, они с меньшим опытом общественно-политической работы. Ну, смотрите, наличествующие, я понял, я вашу мысль повторяю, ну, наличествующие сейчас у нас люди не имеют этого опыта, и что теперь с этим делать? А вот третий этап, этап как раз для того, чтобы на третьем этапе поставить, то есть, цели и задачи сохраняются, правильно? Только методологически их достижения надо выстроить через определенные практические действия нового порядка, не такие, которые были на втором этапе, а что-то туда привнести, ну, что-то, это я условно говорю, я-то, например, я знаю, что надо привнести, но ведь вопрос сейчас пойдет опять в чем? Сейчас... Нет, тормозите, тормозите, я должен понять этот кусок и повторить его. Итак, вы хотите конкретные шаги предложить для того, чтобы у людей появился общественно-политический опыт, я правильно понял? Да, нужно, да, в короткой, это вот, смотрите, вот СВО случилось, ну, знаете, да, СВО? Так, и сразу понадобились эти, как их, подготовка бойцов, помимо даже тех, которые служили, понадобилась новая подготовка. То же самое и здесь, потому что здесь задача друг, ну, она, во-первых, здесь и сейчас и в краткое время. что такое, допустим, полгода, мы работаем сентября, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, ну, вот февраль, вчера словно. какой же вы длинноречивый, ужас какой, ну, ладно. Но я хотел бы быть понятым. А я очень просто делаю, я повторяю вашу мысль. Да нет, повторять-то это понятно. Нам просто надо в сжатое время, в сжатое время, в считанные месяцы пройти определенное совершенствование общественно-политического опыта. все. И вы предполагаете, что у людей появится такого, если мы приложим усилия, правильно? Нет, ну, а как? Люди поступают в вузы, они чего-то приобретают? Нет, это некорректный пример. Ну, я бы не сказал, это то же самое почти, почти, но только там нету 5-6 лет, у нас есть 5 месяцев, а потом за 2 месяца сделать вот эту вот задачу решить. Все. Я правильно понимаю, что вы себя как раз относите к людям, у которых есть такой опыт? Есть, потому что реально есть. Я-то знаю, о чем я говорю. Минуточку, у вас на приобретение этого опыта сколько лет ушло? Так, примерно, плюс-минус 10 лет. 50 лет. 50 лет. И вы теперь хотите, что за 5 месяцев у кого-то какой-то опыт появился? Ну, а как вы хотите? Ну, дорогие мои, Григорий Олегович, тут есть нюанс. Меня-то за руку никто не вел, а здесь есть мастодонты, Марк Иванович, Фомин, Людмила Степановна, ну, может быть, там, с Академией, Народной Академии Наук, там, один-два человека. есть же киты. Умоляю, тормозите. Ну, я не знаю, как. По-другому человек не учится. Вы предлагаете следующее, или, лучше сказать, предполагаете, что вот это вот руководство или кураторство таких людей поможет приобретению опыта, правильно? Содействует, он не помогает, он содействует. Понимаете, человек должен сам приобрести этот опыт. Я ему никак, вот если, как вы сейчас меня слушаете, вы говорите, я много что-то там говорю, я не обижаюсь, правда, это вопрос методологии. Но вы смотрите, человек должен сам работать собственной головой, чтобы выбирать из сказанного кем-то именно то, что ему нужно для выполнения этой задачи. Вот и все. А я-то говорю в широком, в более широком диапазоне. А я к вашему добавлю, и чтобы у него появился опыт, он должен совершить ошибку. За эту ошибку он должен схлопотать реально по полной. Ну, вы правы, вы правы, да. У меня есть еще одно, я правильно, у меня, правильно, у меня в связи с этим есть еще одно пожелание. Участвовать в общественно-политической жизни общества. В бочке, сидя в бочке, мир, понимаете, мир нельзя превращать в бочку, где сидит группа диагенов и чего-то там выдумывают. Понимаете? Вот мир должен, участники мир должны держать связь с внешним миром. Ну, они и так держат, я попал. Не держат. Я вас уверяю, они не держат. Потому что, нет, ну, извините, если кто-то говорит, я умею кататься на велосипеде, а у него велосипед есть, а он не показывает эту езду, тогда чего говорить-то? Я же вижу, нет этого, этой езды на велосипеде нету. Да погодите с вашим велосипедом. Я хочу только спрашиваю, вы сейчас, в твоей текущей жизни, сегодня, вчера, завтра, в общественно-политической жизни, вне рамок мира участвуете? Конечно. Стоп. А я там подпитываюсь, я в мир приходил. Мне не надо доказательств. Не надо доказательств. Я вам верю на 100%, даже на 102. Теперь второй вопрос, аналогичный. А как вы считаете, Зобов в такой деятельности участвует вне рамок мира? Ну, ввиду определенных ситуаций, которые сегодня сложились, я думаю, что это затруднительно. Но у него богатый, но смотрите, у него богатый опыт предшествующей жизни. Да, хорошо. А Левин участвует? Ну, он как-то участвует тоже, кем он там, я забыл, министр чего-то там, финансов, что, где-то? нет, он председатель комитета избирателей в Новосибирске. Ну вот, это и есть общественная работа. А у них в сентябре выборы губернатора. А он в этом задействован настолько, что вам и не снилось. Вот, я, я понимаю, я, вот, а я, в отличие от Валентина Николаевича, в выборах вообще никаких, ни завыск, ни завыск, ни завыск, ни завыск, ни президентских, ни участвуем. Его участие в этих выборах является тем самым опытом, о котором... Нет, нет, это не тот опыт. Хватит, тормозите сразу, нет и все. Да. Хорошо, еще какие-нибудь участники сегодня, известные нам, которые в НИРе, у них такой опыт, вне НИРа, есть сейчас? Можете кому-то назвать? Потому, как и что они говорят, Григорий Олегович, нет у них этого опыта. Хорошо, ну и в завершение этого перечня поставим меня, хорошо? Ну я не о всех говорю, Григорий Олегович, я не о всех, я о новых, о новых, вот это, ну как сказать... Нет, ну смотрите, я ведь вопрос, который вы не услышали, черт побери. Да. Я спрашиваю, можете кого-нибудь назвать, кто сейчас приобретает опыт из тех, что есть? Сейчас доходится... Нет, ну вот смотрите, я работаю плотно с Людмилой Степановной Корниевой. У нее, где Нира, есть? У нее есть. Отлично, еще кого-нибудь можете назвать? Ну, из тех, кто вот часто нам с вами видим и нет, таких я не знаю. Есть, допустим, Миляев, Гурин, вот, но они не участвуют в этой работе так плотно, как все остальные. Миляев постоянный участник. Ну хорошо, извините, не попадал нос к носу с ним часто, хотя встречался, но мне показалось, что он бывает, но не на каждом, не на каждом. Вот у меня такое впечатление. Он на каждом присутствует, но молчит. Ну хорошо, ладно, тогда я, что называется, приношу свои извинения и вам, и Николаю Владимировичу, Миляеву, что я так... В конце этой длинной очереди людей, которые сейчас нарабатывают общественно-политический свой личный опыт, поставим меня. Хорошо? Да ради бога, нет вопросов. Значит, я, ну не для вас, поскольку вы и так знаете, а для нашего третьего собеседника скажу, что я живу уже 28 лет в Германии, из дома хожу только в магазин. Как вы считаете, Александр Васильевич, я себе нарабатываю общественно-политический опыт? Григорий Олегович, честно говоря, ну я вот должен сказать, ваше бытие, оно не требует тех, решений тех задач, которые мы занимаемся в НИРе. Понятно. Не требует, правда? Нет, сейчас не про задачи в НИРе, а сейчас про набирание общественного... Нет, ну какой-то у вас, наверное, есть, но я же это связываю все равно с задачами НИРа. У меня подозрение, что у вас лучше заткнуты. Вы вообще не слышите, что я спрашиваю. Я их понимаю как-то по-своему может быть Повторяю мой вопрос с другими словами. Ой, Господи. Я сегодня набираю... Григорий Олегович, ну мы... Понимаете, мы в НИР пришли не для того, чтобы что-то там говорить о том, что мы знаем. Умоляю, сократитесь чуточку. Услышите мой вопрос, он очень простой. Как ваше впечатление? Вы, может быть, многого не знаете о моей жизни, но впечатление помимо НИРа у меня приобретается сегодня, вчера, завтра такой опыт... вот в общественно-политическом плане я не заметил Григория Олеговича. Вот я вам рассказываю, это я рассказываю не столько для вас, сколько для третьего... В общественно-политическом, не забудьте. Ну, конечно, да. Итак, я уже полтора года веду проект гражданское общество в городе Зеленогорске, Красноярского края. В нем участвуют конкретные люди, с конкретными результатами. Их можно посмотреть, они есть как продукты. Я работаю наставником у двух детей, раньше было пять детей, сейчас осталось двое, которые занимаются. Модель гражданского общества на примере школы номер 161. И за дня в день я этим занимаюсь. Это реальная работа с людьми, которыми мы занимаемся измерением качества жизни школы. Мы еще занимаемся организацией общественно-политической работы как гражданского общества в этой школе именно. И это изо дня в день я это делаю, это документальная работа, это встречи, записи разговоров, десятки разговоров и так далее, и так далее. Помимо этого есть еще другие примеры, я сейчас буду сокращать, чтобы не занимать время. Так вот, по моему мнению, я непосредственно нахожусь в гуще общественно-политической деятельности именно в России ежедневно. Хорошо, Григорий Олегович, я же не буду это оспаривать, уважаемые, дорогие мои, я просто давал информацию для нашего третьего собеседника. А теперь возвращаемся к задаче. Так, по моему мнению, за пять месяцев никакого общественно-политического опыта участники нового не приобретут. Ни под каким кураторством, ни под каким содействием, ничего. Вот это все фигня. Теперь смотрите. Итак, повторяю вашу мысль сжата в небе. Вы предложили для того, чтобы изменить качество работы в небе, да, помочь участникам набраться общественно-политической работы, опыта этой работы в непосредственной реализации своих проектов. Правильно я понял? Я еще раз говорю, Григорий Олегович, да не своих проектов. Нам надо эти слова свои проекты забыть. Хорошо, я его убираю. Какого-то общего проекта. У нас есть общий концепт собственно-будущего. Все. Так, значит, надо идти в народ и там что-то делать, но согласовав это сначала. Ну, нет. Вот эти определенные, как сказать, питательные соки надо вбирать в народе и вложить в этот проект. И уже здесь в мире его скультивировать в солидарном взаимодействии. Почему? Потому что ну, как бы питательные соки у нас вне мира впитаны. Ну, соки это образ, метафора. Так, вложены. И вот здесь уже надо просто его окончательно согласовать между пятью или девятью человеками. Все. больше ничего не надо. Вообще задача несложная. Если человек просвещен, но у нас понимаете, поскольку просвещенность относительная и самое главное все отталкиваются отталкиваются от того, что есть, а есть капитализм, государственный олигархический капитализм. И все, по сути дела, крутятся на улучшение этого государственного олигархического капитализма. Забудем про это сейчас. Сейчас нам не до этого. Ну, давайте-то. Итак, смотрите, я сейчас возвращаюсь в конве нашего разговора и сообщаю, что я вижу по разговору. Мы с вами обсудили ваш вариант, что нам делать на третьем этапе конкурса. мы очень в черне, очень частично и очень, так сказать, без деталей это обсудили. Правда? что, вы задали вопрос? Угу. я опять что-то я вас слушаю, пытаюсь понять, а я не услышал вопрос почему-то. Да, я еще раз скажу, мне не трудно. Значит, во время нашего разговора вы предложили, что нам, как изменить ситуацию. и мы это обсудили, как это делать. Ну, и примерно намечается, что делать. Правильно? Ну, да, какой-то набор предложений. Да, да, это не обязательно только мое. Да, да. Нет, я сейчас вынимаю специально ключевое слово в том, что я сказал. Мы рассмотрели ваш вариант. Ключевым словом является вас. Что делать? Теперь я предлагаю рассмотреть. У меня нету, Григорий Олегович, нет моего варианта. Стоп, сейчас повторю я его. Чижиков предложил организовать работу участников мира так, чтобы у них увеличился опыт непосредственной общественно-политической работы. Я правильно формулировал? Ну, это я правильно, да, это правильно, но это не вариант, это методологический подход. Да, без подробностей, как это делать, мы это не обсуждаем. я пока не обсуждаем, да. Теперь я предлагаю в нашем разговоре уделить немножко времени моему варианту, как я предлагаю, чтобы изменить ситуацию. Значит, наблюдая авторов проектов, я бы, так сказать, не изучая их проект, я этим не занимаюсь, то есть от слова совсем, я наблюдаю, что говорят авторы. Вот, и держу корзиночку в руках, как только попадается что-то практически возможное для применения в мире, я туда же ношу. У меня в этой копилочке, на копилочке, уже 9 пунктов, которые непосредственно на участниках мира можно осуществлять. прямо вот с этими людьми. Один из этих пунктов это школа коммуникации. И вот не называя остальные пункты, а, да, еще, пожалуй, которые я все время говорю, то, что можно непосредственно в мире делать, и оно является элементом общества будущего, это измерение вкладов. Наверное, вы помните, что я все время об этом говорю, да? Да, еще у нас есть школа взаимного обучения, ну, среди этих пунктов, это мой пункт. Все учат всех всему, участники мира учат друг дружку всему, чего требуется каждому. Именно в смысле учебы, не в смысле набирания опыта, практики. И всего 9 пунктов. Вот. Ну вот, и все это очень практические пункты. Я их только записывал в том случае, если я видел, как их можно организовать в мире среди участников мира, вот среди этих людей, таких, как вы, как я и остальные, кого мы сегодня много называли. Я говорю, давайте эту конкретную работу по реализации на третьем этапе будем осуществлять. Я все сказал. Ну, Григорий Олегович, собственно, вы, по сути дела, как сказать, сейчас, мы с вами, вернее, мое предложение, ваше предложение, это перечень предложений, которые, в общем-то, нашими с вами предложениями не исчерпываются. Мы их можем продолжить, ведя опросы, ну, среди других участников мира. Что нужно сделать для того, чтобы на третьем этапе более динамично, с большей эффективностью, реализативностью двигаться к тем задачам, которые не вставили перед собой. Ну, о чем разговор? Ну, а дальше уже, понимаете, вот люди должны будут выбрать, ведь, опять-таки, мы же навязать это не можем. Вот это и должен осознать тот человек, который принимает для себя решение, какой методологией пользоваться для того, чтобы достичь ту задачу, решить, и ту цель, которая есть в мире. Отлично, вы сделали отличный поворот, мне очень нравится. Смотрите, я его сейчас понял в следующем моменте. В какой-то момент времени конкурс, второй этап заканчивается, и начинается третий этап. Как я понял, товарища Зобова, у него все очень просто и очень правильно. Он писает положение о следующем этапе конкурса и говорит, кто поддерживает это положение, приходите, кто не поддерживает, но вас нафиг. конкурс он имеет право, вы знаете, смотрите, раз он инициатор, два этапа... Да я же не про право, я говорю, на третьем этапе сделать точно так же. можно сделать, почему, у нас более того, у нас могут быть в мире и другие подходы, не те, которые предлагаются, на которых настаивает Марк Иванович, а он, эти группы людей может свои подходы ну как бы принять и следовать им. Вот у нас так действует Эдуард Владимирович Фомин, он же, видите, в общей конве происходящего в мире-то, ну как бы он не совсем участвует, он выполняет ту задачу, как он ее видит. Помнили Фомина? Да. Как я вчера прослушал два часа лекции Святозара, вот той самой методологической, где одни абстракции и так далее. На мой взгляд, Фомин после этой лекции, а он там очень сильно участвовал, много вопросов задавал. Значит, есть над чем подумать, над тем его отдельным путем, там на какой-то эволюционно развивающей базе, на научной основе и так далее. И эволюционно рефлектирующим парадигме. Ну там вот, эволюционно рефлексирующий подход на научную Ну, кстати, правильный подход-то. Сейчас не будем это обсуждать. Да, да, да. Я только хочу сказать, что после лекции Святозара ему есть над чем подумать. Ну, я надеюсь. По крайней мере, он обещался подумать. Вот, ну ладно, так я к чему говорю. Я предлагаю перейти от проектирования к частичной реализации на людях, из которых состоит мир. нет, ну если таковы, Григорий Олегович, я не возражаю против каких-либо инициатив. Вопрос только в том, есть ли в этих инициативах те, которые готовы их, ну, принять и последовать им. Последовать им. Поскольку у нас свободные, паритетные, в народном институте может практиковаться многое что. Не в том смысле, что угодно, но многое что. Поэтому вопрос только в том, сколько людей откликнутся на ваше предложение. И на мои тоже. Вот и на. И на Марка Ивановича тоже. И на Фомина тоже. И на Цветозара тоже. Вы видите, это, кстати, нормально. Но у нас в любом случае, вы заметите, поскольку ну вот в последнее время, я сейчас не про НИР говорю, а про общество, там много говорят о межпредметных научных связях. Связях много говорят, да? Так вот, здесь нам тоже все равно надо при всей той самостоятельности работы вот этих групп, которые принимают для себя какой-то порядок содержания работы, вот эту связь между ними обязательно надо держать. Конечно, конечно. Иначе ну это будет какая-то искусственность в этом. нам надо сделать именно так, как в природе. В природе ведь нет той обособности, которая есть в человеческом обществе. Там все открыто. Но там жесткие законы выживания, поэтому... Ладно, это немножко ответвление от того кусочка, который мы только что обсуждали, а мы только что обсуждали создание, ну на мой взгляд, мы это делали, создание положения об третьем этапе конкурса. Только теперь не конкурс, а разработки. Да, да, да. А конкурс реализации. Вот. У меня к вам вопрос. Значит, вы же прочитали два пунктика, которые я там ссылочку давал, да? Девятое есть, техзадание на третий этап конкурса реализации. Вот. И здесь вот это тоже, та самая ссылка, которую я вам давал, здесь всего два абзаца. Если вам нетрудно, то озвучите тогда уже. Ну два, так, ну хорошо. Положение о третьем этапе конкурса реализации 23-24 год. Пункт первый. На конкурс принимаются проекты, обеспечивающие отсроченную реализацию... Вот эти не отсроченные. А, да, не отсроченную реализацию компонент готовых проектов, ну тут 22-23, годов, годов, 20... Ну, текущего... Второго, 23-х годов в формате заключения договоров имеющих финансирование. Ну, вот это первый пункт. Второй пункт, да, да. Значит, здесь есть что-нибудь прообразование? Здесь нет, а я этого не видел, я шапку, видимо, взял, ну или вот это вот, 36, отсрочная реализация в образовании, управлении, я вот это увидел, а то я не прочитал. Скажу сразу, Григорий Олегович, мне это, честно говоря, ну, как вам сказать, я далек от этого, от всего этого. Секундочку, у меня с просьбой была, прочитайте второй, пожалуйста. А второй, это порезовой фонд, КАЭР, формируется из добровольных взносов, авторов, участников, взносы могут быть необязательно денежные, в виде права и пользования ресурсами или получаемых услуг. Мне это, честно говоря, я от этого всего далек. Я, можно сказать, даже в этом деле, если так уж совсем грубо выражаться, профан. О, сейчас я вас подспрашиваю про это, можно? Не, вы можете подспрашивать, да, давайте подспрашивать. Но я, это, это не мои, ну, что называется, предметы, мысли, работы и так далее. Ничего, смотрите, но вы же участник мира, правда? Ну, да, в этом смысле, конечно. Тогда я задаю вам личный вопрос. Вот я сейчас заинтересован в том, чтобы сделать положение, о конкурсе «Третий этап», правильно? Я заинтересован. И у меня в этом положении есть пункт номер два. Формирование призового фонда. У Зобова в его конкурсе по разработке нету никакого призового фонда. А я предлагаю на третьем этаже сделать призовой фонд. Как вы вообще относитесь к этой идее в целом? Даже не знаю. не знаю. Я пока об этом совершенно не думаю. Ввиду того, что, смотрите, Григорий Олегович, тут должна быть логика какого плана. Есть бы у нас на сегодня шло такое здоровое товарищеское соревнование хотя бы из двух, трех проектов, тогда я понимаю, ой, слушай, вот надо, чтобы тот победитель, который будет, его надо отметить. Я понимаю. Но у нас сегодня этого нет. Подождите. Значит, смотрите. На третьем этапе победитель будет определяться совсем не так. Сразу предупреждаю вопрос. У меня ответа на вопрос, а как именно, нету. Мы будем это разрабатывать. Ну, так же, как у Зобова. Нет, ну, Григорий Олегович, чтобы вот все-таки времени нам сэкономить, давайте так, вот кто это видит для себя важным, необходимым, пусть кто-то обсуждает. Да нет, у меня к вам частный вопрос, очень частный. Смотрите, я сосредоточусь сейчас на призовом фонде. Скажите, пожалуйста, первое, что вам пришло на ум, это деньги, правда? Ну, я бы сказал, ну, раз они там звучали, естественно, деньги, да. Там писано четко, что это могут быть ресурсы, а совсем не деньги, там прям текст. Я это читал, да, я помню, да, ну, вы же, значит, я не прав был в общем, вам первая мысль пришла, нет, вам первая мысль, вы ее уже озвучили, вы сказали, что, а если само выделение, кто лучше, кто хуже, полная фигня, так какой нафиг призовой фонд? Я правильно понял вашу мысль? Нет, нет, я другое сказал, я сказал, что если бы у нас были, было, мы вышли бы настолько успешно, что у нас есть три, ну, три как минимум, два, три, хорошо, два, три проекта, которые успешно конкурируют между собой, ну, в такой здоровой конструктивной части, тогда можно было подумать о призовом фонде, но у нас нет ничего. Ну, смотрите, секундочку, я это и перевел, поскольку нет нездоровой конкуренции, нет критериев, как определить, кто лучше, то о каком призовом фонде может идти речь. Я правильно сейчас сформулировал? Ну, в определенном смысле можно и так сказать, да. Я же немножко другую плоскость перевел, но... Ну, я понимаю, да, можно, можно. Правильно. У нас сегодня нету критериев, по сути дела, критериев общества будущего, общепринятыми для всех, всех участников мира. Вот смотрите, я сейчас от слова оценка проектов уйду к другому понятию. Оценки работы автора. То есть вот не работа по содержанию его проекта, а работы, которую он сделал, именно в том плане, как вы сказали, практика в обществе, реальном, за пределами мира. Понятно, да? И когда мы вот так ставим задачу, мы говорим, слушайте, ну с этими тогда скритериями уже как-то полегче. Если человек что-то реальное сделал и предъявил результат, мы будем смотреть на результат. Правда? Ну да, да, результат это то, что можно рассматривать и как-то оценивать, да. Во! Теперь смотрите, я возвращаюсь к призовому фонду. Именно к тому, что это не деньги. Деньги мы не найдем. Я исхожу из этого. Деньги это самое последнее, что надо искать. А теперь задаю вам личный вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть, например, с вашей собственности дом где-нибудь на Черном море, который вы можете победителю конкурса реализации на неделю дать бесплатно попользоваться семьей? Нет у меня такого дома. Ну, я как пример привожу, я понимаю, что у вас нет. Ну, в данном случае Григорий Олегович, ну, это вообще беспредметная вещь. Не, секундочку. Вот, например, у меня есть одна тетенька, она живет в Тверской области. Она летом проводит летние школы, там собирают у себя дома, у них большой дом там, и даже есть флигерик, куда можно гостей поселять. И это стоит очень приличных денег. Я как раз хочу ее Наташа зовуть. Я хочу Наташа спросить, а она не согласится ли выделить нам одно бесплатное место, которое мы используем как фонтар? Не знаю, ладно. Григорий Олегович, давайте будем закругляться, я что-то уже это утомляюсь от таких разговоров. Да, я вижу по вашему лицу, потому что вы уже куда-то в компьютер смотрите. Ну, я уже честно говоря, да, потому что для меня здесь нет предметности. это, ну, не знаю. Вот если бы у нас, я еще раз говорю, было бы что-то на горах, тогда слушай, ну, мы можем что-то там этих ребят, там, 5-10 человек как-то отметить. Ну, надо искать, надо. И вот ваша идея прекрасная. А так у нас сегодня нет ничего. Александр Васильевич, так вот для того, чтобы у нас вот это чего вы сказали... Я вас понимаю, на перспективу, конечно, можно работать, вести переговоры, но о чем разговор? У нас же ничего не запрещается. Я говорю не про фонд. Вы сейчас другое сказали. Я вашу мысль повторяю. Вы сказали, если бы у нас были вот эти ребята, которые действительно что-то делают, да, тогда можно вести о фонде, правда? Не так. Я же о поощрении. То есть вот разово найти такие возможности, при которых мы могли бы сделать людям приятные, просто приятные. Отдохнуть, отправить их на отдых в тот дом, о котором вы говорите. Да подождите, ваша мысль, которую вы только что сказали, вы что, забыли что ли уже? Ну, наверное, забыли. Я вам скажу, вы сказали следующее. Если бы у нас такие были люди, которых следовало бы премировать. Нет, слово премировать я не произносил, отметим. Нет, вы не произносили, но я зацепляюсь за мысль, если бы такие люди были. Вот в этом сейчас смысл. И вы сказали, их у нас нет. Нет, люди у нас есть, но у нас нет результата, который бы нас ну, как бы мотивировал на тот шаг, который вы говорите. Отлично, теперь я вам задаю вопрос. Мы можем в положении о третьем этапе конкурса предусмотреть меры, чтобы такие люди у нас были? это мы можем, конечно, если у вас к этому есть стремление и потенциал, ну, почему бы нет? мы должны развиваться во всех направлениях, куда идет наша мысль коллективная. Все. Александр Васильевич, мне нужен и ваш потенциал в разработке положения о третьем этапе конкурса. Ну, мы сегодня вот уже сколько, час 10 почти общаемся, я думаю, сказанное сегодня мы просветили, мы с вами, ну, как сказать, ну, по сути дела единомышленники, мы не спорили друг с другом. Хорошо. Мы двигались вперед, сложно, но мы шли вперед. Да, смотрите, я сейчас попробую формулировать, как я понял итог нашего разговора, а если захотите, вы тоже скажете. Итак, Чижиков пообещался, что в дальнейшем он будет всемирно участвовать в разработке положения о третьем этапе конкурса. Точка. Ну, всемирно нет, а готов участвовать. Нет, когда слово всемирно, это уже может быть, если я подпишусь, потом кто-то скажет, ну, ты что, не можешь, ты хочешь каждый день ночью в своей постели спать? Нет, вот тебе надо будет поспать на вокзале на скамейке. Вот нашу задачу надо выполнить. Ну, я еще должен посмотреть. большой гротеск, я не повредил, правда. Ну, да, мы посмеялись. Так, ну, теперь ваш итог. Мое слово. Ну, давайте думать, надо, надо, положение должно быть. Вы фактически подали хорошую, ну, вы и Марк Иванович, я так понимаю, это идет и от Марка Ивановича тоже. хорошее. Я у него пример беру, конечно. Ну, разумеет. Я считаю, что положение нужно, нам его надо в части конструктива, конструктива обязательно, ну, я бы сказал, даже ужесточить, чтобы не было той вольности, что хочу, то и ворочу. Потому что люди, люди должны быть мобилизованы под гражданскую необходимость, под общественную политическую необходимость. А как вы хотите, а что? Вот она есть. Я бы эту необходимость обозвал именно словом неотсроченной реализации. Как вам нравится? Мне эта фраза не очень понятна. Вот слово мобилизованность непонятно, а неотсроченная реализация, я этого не очень понимаю. Знаете, я как понимаю вашу мобилизованность? А? А это вашу мобилизованность, как я понимаю. Я ее понимаю, а это опять ни о чем. Ну, Григорий Олегович, ну, мы обмениваемся, мы же не убеждаем друг друга, что кто-то из нас прав, а кто-то нет. Я не в смысле оценки, я в смысле того, что мобилизованность будет понята очень произвольно и будет плюс-минус опять километр, неотсроченная реализованность, это вот я тоже не знаю, как это понимать, вот для себя. А я вам скажу очень просто. Вот у нас есть Чижиков Александр Васильевич, он взял, пошел в форму оценки вкладов и вкладов, вклады трех человек оценил и показал мне лично, как я понял, что он вообще не понимает, что такое вклад, он вообще не понимает, что надо оценивать именно вклад как результат, а не человека. То есть, от слова совсем ничего не понял, но он все равно сделал гражданский подвиг, он туда пошел, потратил время и попытался выникнуть. Это первый шаг. Да, он сделал все криво, я другого и не ожидал, но я благодарен Чижикову за то, что он это сделал как пример, который теперь можно показывать и говорит, ребята, вот смотрите, медведь залез в посудную лавку, лапой там поделал, вот что вышло. Не делайте так. Умнейтесь скорее на его примере. Ну, это методологически это неправильно, Григорий Леонидович, конечно. Давайте только не методологически, а методически, ладно? Ну, хорошо, методически это неверно, да. Ну, я согласен. Это нахитивно. нет, я сейчас это просто говорю, потому что ведь мы с вами я сейчас не себя хочу чем-то защитить, я хочу понять смысл в том, что, как вы сказали, вот как это, измерение вкладов? измерение вкладов. Я отметил искренне, чистосердечно тех людей, которые для меня на сегодня некий ориентир в жизни, относительно которых я себя чищу. Я понимаю, Александр Васильевич. Но сказать, что, допустим, это неверно, а вот тот, который там поставил все это другое, вот это наша задача, это съем статистики определенных. Вот, правильно. вот этот съем статистики надо сделать. И вот вы хорошую в принципе работу делаете. Она очень важная, она может сегодня немногими осознается, что это нужно. Уберите, пожалуйста, руки от лица, потому что вы участки. Да, да. Значит, смотрите, Александр Васильевич, я ведь сейчас не хочу примеров вашего конкретного заполнения вот этих оценков вкладов. Я говорю, вот это пример непосредственно неотсроченной реализации. Аналогично можно, например, писать положение о конкурсе в третий этап. Это тоже непосредственно реализация. Ну, хорошо, Егор Ильич, пишем, пишем, скобочках неотсроченная реализация, а в скобочках мобилизация, мотивация. Вот и все. Хорошо, с удовольствием сейчас пойду. это чтобы можно было хоть какой-то аналог, аналог найти, что это такое. Ладно, давайте на сегодня завершать. Конечно, мы итоги подвели, мне очень симпатично все. Ну, я думаю, сложно, конечно, мы идем непростым путем, потому что до сих пор наружу шел просто. Был один хозяин, у него было 10 насмотрщиков, они на лошадях, вот, и подъезжали и хлыстом по горбушке хряп-хряп, и говорят, вот, иди туда, ты что тут встал? Вот там снова сняешься сен или что там, вот ты должен сделать, вот и раньше так было. Да, и сегодня это продолжается, раньше это вчера, и сегодня это продолжается. Да-да, поехали дальше. Значит, вот смотрите, я возьму одну минуту вашего терпения, я хочу поговорить с нашим третьим собеседником. Товарищ третий собеседник, вот здесь внизу, под нашим разговором с Александром Васильевичем, будет описание. В этом описании будут все необходимые ссылки на то, чего мы сейчас упоминали и показывал я на экране. Вот все эти ссылки там будут. Вот, соответственно, ты также можешь поставить лайки, и ты точно также можешь подписаться на канал, потому что в конце нашего разговора будут даны ссылки, по которым ты это можешь сделать. А также ты можешь пойти внутрь описания, и там много для себя интересного узнать, в том числе там есть координаты для связи со мною, есть координаты телеграммных групп и других групп ВКонтакте и Фейсбуке, по которым ты тоже можешь участвовать в нашей работе. Вот. Так что желаю тебе всего доброго, и Александр Васильевич вам тоже. Спасибо, Григорий Олегович. Я думаю, что сложно все, но тем не менее мы хотя бы не отказываемся видеть те вопросы и проблемы, может быть, и, во-первых, перспективы, которые, возможно, могут возникать. Александр Васильевич, можно я вам, я нас обоих и нашего зрителя повеселю коротеньким стежочком, можно? Давайте. Это маленький отрывочек из длинного стиха, я его беру из середины. Пришла статистика, что во втором квартале произошел прирост по темпам роста воровства. Такой динамикой все то, что не украли, да украдут примерно года через два. Когда сопрут последний рубль эти из жмоты, тогда исчезнет добровольно эта власть, и все начальники уволятся с работы, а нафиг власть, раз больше нечего украсть. И будет родина ладно скроена, все распродано, все пристроено, будем голые и голодные, зато гордые и свободные. все тут складно и красиво, скажем от души, жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Товарищ Тимур Шауф, великолепные стихи, великолепная музыка, всем рекомендую, и вам тоже, Весман Васильевич. До свидания. Всего доброго, всех благ, все доброго, Григорий Аминьевич, все доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok